Мамыль, мне катастрофически шоколада не хватает. Верхний не достает, а что же, ну, карапуста. А нижний, говорит, чем не чебелью. Он просто сказал, акин фурик, а Райлан Саныч добавил там, пускай будет фуриком, ну, пускай, что ли. Все, что можно было вратарю в дебютном матче, он это и сделал. Сыграл на ноль, отразил пенальти. Игорь, а вот ты папу назвал вторым папу? Он говорит, да. Я говорю, так я тебе что, сестра? Если тебе это уже не нравится, то есть надо просто собрать сумку. Честно сказать, ребят, я ухожу, мне это все надоело. Честер тело, не хочу я вообще выходить на это зеленое поле. Бутсы мне уже там не нужны, перчатки вообще там выкинуть в сторону. Спасибо за поддержку. Игорь все правильно сказал, мы вас ждем. СССР! 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 Перед сборами, да, меня семья собирает, но часов до трех дня. Потом каждый занимается своими делами и приходится мне собирать свою сумку. Но если это так, конечно, шутка. Нет, мы, конечно, проводим время вместе. Тем более ты понимаешь, что ты улетаешь на, пускай, там, 12-14 дней, но все равно это тяжело, да, там, без детей. Тем более вечером, когда ты идешь ложиться, там, в здании с Евой, да, ну, ага, ты раньше усыпаешь, идешь ложиться спать, и ты понимаешь, что они начинают плакать, что ты улетаешь. Но это тяжело становится. Всегда приятно увидеть, там, своих друзей, своих одноклубников. Конечно, я по ним не особо скучаю в этот месяц, но когда заканчивается, там, какая-то стадия чемпионата, я сразу говорю, я удаляюсь из группы, чтобы вообще нафиг никого, никаких новостей, вас не было никого. Ну, это шутка, конечно, тоже. Я с группы один раз удалился, и то там было просто какое-то энное количество сообщений, когда мы в отпуск ушли, я говорю, да, блин, дайте вы отдохнуть, мы только там два дня отдыхаем, вы начинаете. Берите паспорта через месяц, там, та-та-та-та-та-та-та, вот эта вся информация. Я говорю, а чего она мне сейчас нужна просто? Чего только не пишет команда, в чате, с самого утра они дают спать. У него детства не было как такового, ни одного Нового года, ни одной елки, ни одного праздника он не исправлял. Как он встал в военное училище, СССР, и все. Наверное, отчасти он прав, потому что каждый день тренировки, выходные, там, в субботу, по-моему, играешь, в воскресенье выходные был всегда. О каком детстве можно говорить, если я там, ну, действительно любил футбол и мечтал, там, не знаю, там, всегда играть в ЦСКА, грезил вообще этим просто, там, смотрел все матчи, которые там были. Чемпионские матчи не помню, конечно, но я помню, когда последний Кубок СССР ЦСКА выиграл, да, когда Михаил Еремин, Царство Небесное, разбился, я был совсем маленьким. И чисто случай случайный получился. У нас здесь была баня в совхозе, и мы каждую пятницу парились. И вот как-то попарившись, сидели, отдыхали в предбаннике, и один мне говорит, там была коробочка хоккейная, и футбольная такая сетка стояла. Он говорит, ты знаешь, я иду, говорит, с работы, 8 часов вечера, там, полдевятого, он сменно работал как. Вот такой мальчик, говорит, стоит, метр ростом, говорит, один, никого нету, дождик, говорит, идет. А он один, говорит, стоит, долбит мячик в сетку в эту. Долбит и долбит, не знаю, я говорю, да это мой. Правда что? А у меня, говорит, тренер знакомый в ЦСКА работает, давай я поговорю. Игорь не боялся, когда пришел на первую тренировку, мы его с отцом привезли. Меня привезли в Манеж, был знакомый тренер Дезидерий Ковач. У него был друг, а этот друг дружил с моим отцом. Год не его, только 84-й год набирали. Мы его в тренировке три, наверное, свозили всего. И потом сам тренер к нам подошел, говорит, вы знаете, он вытеснил вот этого из ворот с 84-го года, кто у них там в команде был. Ну да, говорит, верхний не достает, а что же, карапуста. А нижний, говорит, все мячи берет. Естественно, что я не был выше всех. И на моей второй тренировке тренер начал спрашивать ребят, кто где хочет играть, да, на какую позицию. Ну, как все говорят, там, забивать голы, защитник, нападающий, там это. А я говорю, а я оборотах хочу. Все меня спрашивают, почему. Потому что я шуткой и не шуткой отвечаю, что я реально не любил бегать никогда в жизни. И не люблю по сей день. Наверное, судьба так сложилась. И все-таки что-то наверху есть, как-то меня подтолкнуло к этому. Потому что, ну, 4,5-5 лет пацану, наверное, никто не подскажет. Или самый сумасшедший подскажет, чтобы стоять в воротах. Играть в воротах, правильно. Все, и с того момента он в военном училище. И вот уже по сей день сколько, 21 год? Да. А если все вместе со школой брать, там 10 лет, здесь 30 лет уже, 31. Первые мои деньги, заработанные в ЦСКА, это была тренировка за юношескую команду в Манеже. Царство Небесное. Павел Федоровичу Садырину. Да, Садырин. С балкона. У него там был кабинет. Время от времени выходил из кабинета и смотрел, как детские... Мальчиши вот эти. Мальчиши тренируются там, 84-й, потом приходил, 83-й тренировался. И он все время выходил и минут 20 наблюдал за игроками. Выходил и наблюдал, посмотрел. Потом мы одеваемся, по-моему, после тренировки. Да, да. К нам подходит какой-то этот и говорит, там... Да, мужчина какой-то подошел. Вашего мальчика зовет Павел Федорович Садырин на второй этаж. Павел Федорович говорит, как зовут? Игорек. Игорек, вот ты, допустим, 6-го числа каждого месяца будешь подходить вот к этому дяденьке, и вот этот дяденька тебе будет давать 200 рублей зарплату из кармана. Давай, продолжай в таком же духе заниматься. Никогда такой практики не было, там все в шоке. Я-то не понимаю вообще ничего. Детям подавно там не объяснишь, что у меня там взяли, вызвали, деньги платят. Подспорье большое было, конечно. Я плакала, когда он принес 200 рублей, я плакала. Тогда это деньги большие были в то время. Жили мы скромно всегда, без каких-то шокований, потому что, ну, понятно, что это очень трудные гадания. Не только для нашей семьи, а для всех были. Вы знаете, какая жизнь была в то время? Как бы, я считаю, ну, какие-то пропащие годы. А для них, ну что, они росли и росли. Отец работал обычным водителем. Сначала он в 90-е работал на заводе, возил сок на фуре. Потом он частным водителем был, работал. Никакие ни банкиры, ни бизнесмены, ни олигархи. Они по детству, как сейчас помнят, мамуль, один и второй, Женя и Игорь, а давай сделаем праздничный стол. А я еще говорю, ну, папа нам еще ничего к празднику, говорю, ну, не привез. Папа тоже ездил, подрабатывал, чтобы похалтурил, ну, чтобы как бы денежки были. А я говорю, а какой стол праздничный? Они достают хлеб белый, намазывают вареньем. И чай мы ставили. Игорь такой сидит, он же, у них разница три года, Женя, и говорит, мамуль, мне катастрофически шоколада не хватает. Но старший, он всегда его как бы и любил, и оберегал. И даже поровну им дадут одному шоколадку, второму. Игорь свою съест и его. Ну, старший никогда у него не отнимал. И причем, как и у поговорка была, с братом надо делиться. Женя, с братом надо делиться. Они ничего с нас, с отцом не требовали, ни велосипеда на тот момент, как другие вот ребята, никогда не требовали. Мне мое детство нравилось. Футбол на первом месте у меня был всегда. Я хотел играть, я жаждал этого, и я мечтал об этом. Та мечта детства, которая у меня в голове сидела всегда, она сбылась, и я думаю, что она сбылась с лихвой. Каково быть родителями суперзвезды? Ну, мы этого не ощущаем. Не ощущаем. Я вот иной раз так задумаюсь, и сколько наград, столько и этого, говорю. Ну, действительно ведь это. А так как бы все отпускаешь, и я вот как бы и не чувствую. А я чувствую, у меня есть гордость. Нет, ну, гордость, ты есть у меня. Да, так нету бахвальства такого. Вот, мы нигде не... У нас бывают даже такие моменты. Где-то нужна наша фамилия, спрашивают, да, и приходится говорить, я говорю, а вы не Игоря Акинфеева родители? А мы говорим, не-не, мы однофамильцы. Родители, я всегда говорил, что это те люди, которые дали тебе жизнь, это первую очередь. Ну, и те люди, которые, несмотря ни на что, всегда тебе помогут, это самые близкие люди. Просто ты должен с любовью к ним относиться и отдавать все, что у тебя есть. Все у себя отдавать, потому что, ну, ближе людей у тебя в жизни не будет все равно. Никогда в жизни. Когда Вячеслав Викторович ушел из основного состава, потом он курировал академию, потом ушел из академии, я прекрасно понимал, что человек, который дал мне все, он должен, ну, где-то работать, да, получать зарплату. Не просто, там, тренер с таким именем, да, и с такими регалиями, то есть может сеять дома и не работать. Тогда возникла идея сделать академию Чана Факенфеи. Ее задача, она несколько отличается от всех академий, что ли, чисто футбольных. Почему? Ну, потому что там есть команды, которые играют на первенство, чемпионаты и дальнейшие движения. У нас только-только вратарская. То есть мы обучаем ребят, вратарей, причем, ну, как бы одно из правил, что ли, не хочу сказать законов, а именно из правил, чтобы они играли в других командах. Даже знаю, что с многих команд, с Локомотива, из Чертанова, вратари, именно вратари ездят на дополнительные занятия в Чана Факенфеи. Мы попросили, что у нас есть такой проект. Мы хотим сделать не только красиво кому-то, а красиво сделать детям, чтобы они тренировались, занимались и знали, что есть такая академия. Они могут всегда приехать. И сам Чанов, я там приезжаю иногда, сам Чанов может их тренировать. У нас есть эмблема нашей академии и форма, которую мы ребятам раздаем. Там тоже она с эмблемой. И достаточно многие идут, предположим, выиграют там квалификационные вот эти вот раунды и попадают в Академию Динамо, Локомотив и так далее. Но они всегда с радостью идут именно в форме вратарской, именно Академии. Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Ну вот это вот какая-то гордость сейчас у них за то, что они вот здесь. Ай, хорошо. Хорошо, подъем. Пойдет, пойдет, пойдет здесь. Пойдет. Вот такая работа. 35-й номер в моей карьере появился довольно-таки легко, потому что под ним играл Нигматуллин, когда в аренде был полгода. Потом, когда я пришел в основной состав, мне выдавали сумку с вещами на сборы. То есть мне дали 35-й номер. Я особо значения не придавал, то есть дали и дали 35-й. В дубле, тем более у меня 56-й был. Понятно, сборный, первый всегда был, потому что нельзя было под своим играть. Там в юношеских там командах тоже всегда первый был. Ну а здесь как-то, не знаю, он мне стал родной. И я не хотел его менять. И в принципе вся моя карьера прошла под ним. Ну так получается, что он счастливый тоже для меня. Прикольно, да, что много людей, много детей играет по 35-м. То есть, видимо, значит, правильно что-то делал в своей жизни и делаешь, да, и вдохновляешь кого-то на что-то. Вот, поэтому, ну, дай бог, чтобы еще больше становилось. Сейчас, по-моему, мне кажется, если так посмотреть и по стране, то 35-й он в фаворе. Викторовичу по сей день тоже говорю, что я очень благодарен за то, что, ну, во-первых, я говорю, футбольный папа – это Газаев, второй, наверное, папа, который лепил меня – это Чана. Всю, наверное, душу, все свое мастерство он в меня вложил, и я должен был в тот момент не подвести. Вот что и произошло. Сборы команд ЦСКА были, да, около там 13-летском поморе в испанском, да, поэтому, наверное, там все было знакомо. Была какая-то некая атмосфера для нас в последнее время. Там очень стало сложно с спаррингами. Последние там 3-4 года практически, ну, первые сборы плюс-минус, там еще можешь с кем-то играть, да, но потом становилось, извиняюсь за выражение, тухло очень, и играть со сборной свободных агентов не хотелось каждый год. А так, я думаю, что есть хорошие условия, здесь хорошее поле у нас, да, что надо футболисту – здоровый, хороший сон, в нормальной кровати, тренажерный зал и поле. Я думаю, что, что было в Испании, здесь все то же самое есть, поэтому для меня небольшая разница там быть в Испании или приехать сюда, да. Тем более погода тоже замечательная здесь. Моё отношение к сборам, оно остается достаточно хорошее. Браво, браво, Кира! Да, есть какие-то сложные нюансы свои, где иногда хочется там, не знаю, поспать еще, да, то есть где-то что-то там заболит, ну, переламываешь, и опять же, ты понимаешь, что это твоя жизнь. Если тебе это уже не нравится, то есть надо просто собрать сумку и сказать, честно сказать, ребят, я ухожу, мне это все надоело, очистиротело, не хочу я вообще тут выходить на это зеленое поле, бутсы мне уже там не нужны, перчатки вообще там выкинуть в сторону. Наверное, это так работает. Для меня это все же в радость. Пошли, 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 пошли! Иди туда сразу! У нас тренерский штаб пришел не первый день, да, уже как бы мы сработались, и в Новогорске хорошо поработали, и прошли какой-то определенный этап, какой-то отрезок. Честно так признаюсь, что никаких вопросов нету, все друг друга уважают, понимают. Все они с ними как, они ругаются, как ругаются, смотри. О чем проблема, Слав? Не, я тогда выхожу, но тогда мячи не касаются. А я одно дело, что ты должен выходить, но они доцелятся в мячи, их задача попасть в мячи. Класс, я бы на твоем месте подрался бы с ним. И Леха бы скрутился бы, сверху прыгал. Смотри, хитро. Видишь, к боку убрался мячи, вправо, смотри. О, красота! Оставляй, оставляй, оставляй. Можешь не попасть. О, вот. Мы ЦСКА! Мы победим! Мы ЦСКА! Мы победим! Мы прекрасно знаем, что активная часть болельщиков которые сидят за воротами, да? Наши, как говорится, истинные фанаты. Они, в связи с FAN ID, их нет на стадионе. И когда прозвучало, что у них есть желание приехать и поддержать команду в Турции. И то, что мы увидели, это был матч с партизаном. Когда увидели, увидели полную трибуну наших болельщиков. Ребят, спасибо огромное, что сегодня приехали. Мы знаем, что многие из Москвы, уточнили все братьевские с Москвы. Поэтому для нас большое счастье наконец-то играть при... Не хочется говорить, нас, говоришь, при наших друзьях, да, при наших братьях, можно так сказать. Это было потрясающе. Это контрольный матч на сборах превратился в самый настоящий матч чемпионата. Спасибо за поддержку. Игорь все правильно сказал. Мы вас ждем. И поддержка нужна. Совсем другие меры ощущения, совсем другой настрой. И мы пообщались с активной группой наших болельщиков. Ну, я не знаю, дорогого стоит футбол для болельщиков. То, как делают это они, со всей страстью, я не знаю, не передать словами. Это только в отношениях можно почувствовать. Наверное, вот этот спасительный зимний перерыв, где у нас появилось хорошее поле для деятельности, для взаимодействия с командой. И нам нужно было перезагрузиться, нужно было отдохнуть, нужно было прийти в себя. Ну, и было время, три полноценных сбора, где мы, в общем-то, хорошо подготовились к второй части чемпионата. Момент, когда меня начал привлекать к основному составу, это был 2002 год. Я был в дубле уже. Мы как-то играли с «Зенитом» на «Песчанке». Основная команда на следующий день должна была играть, а дубль в этот раз. Стоим, ждем, когда выходит автобус, нашего нету. И Евгений Николаевич Дулык, директор школы в детской, он к нам подходит, говорит, а вы кого высматриваете здесь? Игоря? Его Валерий Георгиевич Газаев за основу забрал. А я-то, конечно, испугалась, я-то же в этом ничего не понимаю. Я и спрашиваю, Вова, куда увезли, зачем, чего, а что такое, что дальше-то будет? Я-то, как бы, как женщина, я этого не понимала. Вот он мне стал разъяснять, что туда-туда, дубль, и потом основной состав команды. И то до меня это не доходило. Ну, по-моему, в девятом классе был еще. Или в десятый уже перешел? В десятом, наверное. И вот такой был момент, когда я включил однажды телевидение, там, футбол шел. То ли там был чемпионат Москвы, то ли еще какой-то турнир. Но, по-моему, в составе сборной Москвы в Лужниках финальная игра была. Как раз играл Игорь Акенфеев. Молодой вратарь. И для меня стал, очень, честно говоря, откровением его игра. Блестяще играл ногами. Игроки отдавали передачи, он начинал атаку. Ну, и, конечно, впечатлила его игра. И когда на следующий день пришел на тренировку и с коллегами общался, говорю, вот вчера смотрел матч юношеской сборной Москвы, по-моему. И вот такой мальчик хороший вратарь. Настолько, так сказать, понравился. Я говорю, Акенфеев. А мне говорят, так это же он наш вратарь, он в Академии у нас занимается. Да я говорю, да вы что? Едем в Архангельское. Я ставлю сумку на первом этаже. Мне дают ключ. Но перед этим, я говорю, зайди на второй этаж к Валерию Георгиевичу. Я захожу. Встреча длилась, наверное, секунд 30 ровно. Там дым коромыслом Валерия Георгиевича. Там сигаретки покуривал. Не сигары, а сигареты. Что он сказал? Ну что, молодой, готов? Я говорю, Валерий Георгиевич, готов. Все, как бы наш разговор длится так. Я, конечно, не выходил из номера, боялся. Мылся тоже в раковине у себя в Архангельском. В душ даже не ходил. Я, ну, там, гусев, все там ходят. Блин, ну как я? Меня вообще там шкета какого-то привезли. Там непонятно куда, чего. И когда начали что-то бить там серии, там, из-за штрафной, ну, такие штрафные удары, то он просто все тащил, все вытаскивал. И никто, как бы все с таким удивлением не могли понять, как в таком возрасте человек может настолько уверенно, да, там, перемещаться, там, доставать эти мячи. Ну, практически никто забить не мог. И реально, я просто не понимаю, вот просто поперло. Реально, они забить не могут. Бьют, отбил, там отбил. Тут в лоб попало, там в пятку. Естественно, я его после ленировки подозвал, говорил, все, больше ты в детской спортивной школе заниматься не будешь. С этого дня ты будешь заниматься всегда с нами. Он уже тогда был. Он был как-то спокойный, уверенный в себе. И как-то, ну, сейчас, как модно говорить, авторитетов для него не было. У него была целенаправленная задача стать вратарем. Помню Игоря еще с Академии, когда купил клуб, и когда все начиналось. Я очень любил посидеть, в принципе, у меня не пропала охота. Я большим удовольствием хожу смотреть Академию, молодежную команду. Там эмоции совсем другие. Родители стоят, кричат друг на друга. Кто хорошо играет, все знают там. Поэтому, конечно, помню. У нас тогда был такой потрясающий коллектив на самом деле, что Игорь сразу себя проявил и со спортивной точки зрения, да, там, и в бытовом плане. Он, как бы, ко всем относился с уважением. Он, причем, понимал эти понятия, где старшие ребята, да, где там младшие. Вот. У него вот эта субординация всегда присутствовала. Мастодонты хорошие были в то время. То, что касается дедовщины, но я не скажу, что она была какая-то, потому что тогда мне на тот момент повезло, что пришли братья Березуцкие. У нас было очень много молодых. Я пришел. Еще там пару человек. Там Артур Тлисов, Нахушев. Такой баланс был опыта и молодежи. И, конечно, там смешные моменты были. И потравливали, и все. То есть Андрюх Саламатин. Что-то мы какую-то игру сыграли. В Голландии, да, мы были на сборах, сыграли игру. Он такой, Э, Акинфейн молодой, иди сюда. Ну, я, да, Андрюш, подхожу. Мне деньги дают. За пивком сгоняй. Ну, пошел, конечно, что. Принес пиво им. Ханекин каком-нибудь купил. Так, прозвище. Ну, честно говоря, ну, а кто-то вспоминал какие-то прозвища? Я не помню, что у него прозвище было какое-то. А Фурик, да, Фурик или что? Не знаю почему. Ну, по-моему, там Гусев что-то там, да? Ролан Саныч, он всем придумал. То есть, они придумали Фурик, но я даже не знаю, то есть, даже Денис Мопов первый придумал. Он просто сказал, Акинфурик, а Ролан Саныч, типа, добавил там, пускай будет Фуриком. Ну, пускай, что. Какой-то был мультяшный герой, вот, откуда я его взял, не помню, почему-то мне так показалось. Это мы с Васей придумали, вдохновившись фильмом. Это единственная версия. Она единственная правдивая. Это мы, вдохновившись фильмом. «Хроники Ридика» — первый фильм, старый, когда он еще не был популярным, и действительно крутой первая часть. И мы уже потом, когда уже все начали этот фильм смотреть, как мы все помним, у Ридика, да, по-моему, так его звали, да, у него как раз нация была, Фурицы, да, и от этого и пошло Фурик. Лидер чемпионата ЦСКА ожидал трудностей, особенно с учетом того, что из-за недомогания основного вратаря Матрыкина место в рамке пришлось доверить юному Акинфею. Игра в Самаре — это, наверное, начало истории, потому что тоже я не должен был практически, ну, на сто процентов неуверен был, и не знаю, Валерий Георгиевич лукавил тогда или нет, не должен был, наверное, играть в той игре, потому что основной был Веня Матрыкин, да, но у него поднялась температура. Был Крамаренко, Матрыкин и Игорь. Ну и, думаю, поставлю Игоря, ну, были все основания для этого. Во-первых, он блестяще выглядел в тренировочном процессе, и, конечно, это был, с одной стороны, риск, но, с другой стороны, мне кажется, что любому талантливому игроку необходимо дать время и дать возможность, чтобы он проявил свой талант. В Самаре была такая жара, прям жарко было. Потом мы стояли в под трибунном помещении старого стадиона «Металлург», я смотрю, стоят Тихонов, Ковба на тот момент, бразилец там был, да, Коряка, то есть, думаю, вот сейчас главное не насрать. Ну, там, я знаю, что еще и Валерий Георгиевич провел установку с защитниками, сказал, что только спущенные мячи до Игоря летали. Перед игрой все поддерживали, естественно, но когда он вышел на поле, вот просто даже тогда, после матча, насколько как бы все были удивлены, скажем так, да, в хорошем смысле этого слова, да, там то, что в таком возрасте, да, он не дрогнул, никакой паники не было, да. В середине второго тайма зрители вдруг почувствовали, что голов ворота ЦСКА им, похоже, не дождаться, они впервые в истории Самары забросали футболистов петардами и дымовыми шашками. Вот он на своих посмотрел на поле, у тебя Саламатин, Шершун на тот момент был, Яновский, Ерошик, Гусев, и я тут успокоился сразу, я думал, блин, мы-то сильнее, наверное. Конечно, Игорь в этой игре действительно проявил огромные свои возможности, он блестяще отыграл, более того, еще взял пенальти, руководил обороной. Не скажу, что там, опять же, какие-то моменты супер были, там, в принципе, был один удар, все о коряке, того фланга, и пенальти, по-моему, коряк-то уже был. Вот, в принципе, вся моя работа за матч была. Все, что можно было вратарю в дебютном матче, он это и сделал. Сыграл на ноль, отразил пенальти. Я вот таких моментов, в принципе, вот за всю историю помню два. Это когда Игорь встал и отразил пенальти, и когда Вагнер с самолета приехал, кубок УФА мы играли, вышел, забил. Конечно, эмоции сразу, когда вот это получает с первого раза, это, конечно, очень приятно. Я не мечтал даже о таком дебюте, никто ничего не говорил, Валерий Георгиевич вызвал меня потом, сказал, чтобы я не зазнавался, и благополучно усадил меня на скамейку в следующей игре. Поэтому он очень плавно подводил. Это, кстати, на самом деле, ты, когда молодой, ты кипишь, ты не можешь понять, опять же, да, ну почему, я вроде сыграл, я должен играть. А на тот момент он сделал правильную вещь, чтобы не было именно вот этой эйфории, и не было, не знаю, там, хотя я по себе никогда этого не замечал, но все равно, мало ли, там, человеку может скружить голову, да? Не было у Игоря, чтобы его куда-то там заносило, или он там нос задирал. Я так понимаю, что все-таки, прежде всего, это не только мое, это и семья, он из семьи вышел хороший. Ну, в общем, все, как говорится, из народа. Игорь с первого матча поразил именно своей уверенностью, да, вот, именно эта уверенность сразу говорила о том, что это очень большой вратарь. Помимо техники, помимо сумасшедшей игры на ленточке, именно уверенность дала ему быть возможность лидером команды, капитаном команды. Знаете, через год, или через два, после того, что он начал играть, Игорь доказал, что он звезда. За эти годы, я могу ошибаться, но не думаю, что я ошибаюсь, Игорь, ну, вот, всех наших звездных вратарей, к ним совсем уже с уважением отношусь, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь. И сухих матчей, количество матчей, там, и прочее, прочее, прочее. 50, тогда сами отзывайте. 15, вам предложили, вы не берете. Конечно, я помню тот разговор в Самаре, Сергей Павлович зашел в автобус, и вот так начал смотреть, куда сесть. Я подошел, говорю, не возражающе, 50, он говорит, нет, нет, всю сумку убрал. Мы поехали там, первый раз так разговорились, я говорю, знаешь, что ты играешь? Он говорит, ну, знаю, я волнуюсь, я говорю, да нет, по парню было видно, что он совершенно спокоен. И вот с того момента мы были не разлей вода, пока Сергей Павлович летал с нами, всегда садился рядом со мной, и как бы такая традиция и ритуал был наш уже, что без него уже не то сейчас. Я один сижу и грустно мне. Мы где-то, наверное, года через два стали не то, что близки, а я его просил, реально просил рассказать про какие-то жизненные моменты, потому что я начинал такую жизнь взрослую, можно так сказать, да, понимал, что рано или поздно там девочки какие-то появятся, еще что-то. Я говорю, Сергей Павлович, я говорю, кроме тебя, конечно, могу у папы спросить, но я думаю, что ты мне больше расскажешь, и действительно он помогал мне в каких-то моментах, рассказывал про то, про какие у него истории в жизни были там, не только связанные с женщинами, я всегда говорил, что это как второй папа мой, да. Куда мы пошли? Ну ты же сказал, я тебе говорю, нет. Судили? Судили. Ой, ребята, это, конечно, большая честь, что тут говорить. День рождения, когда первый раз он собрал, накрыл где-то в ресторанчике, позвал меня, была его семья, родители. Все, сели, начали за стул, и он говорит, вот, хочу, чтобы мой второй папа. И Игоря мама говорит, я не знал, что у меня два мужа. Так и все такие, ну, потом познакомились, и у нас очень хорошее отношение с Игорем родителями. До того был еще один случай, когда в шестом году кто-то из глянцевых журналов приехал в старый офис, Игорь тоже приехал туда ко мне, и у нас в кабинете брали интервью Игоря. И дошел в конце, там, ну, давайте такой легкий, типа, блиц, и один из вопросов был, невеста есть? Он говорит, да, в первом классе учится. Он говорит, это кто? Да, дочка Павловича. И мы, Аня когда выросла, так смеялась, что она была в первом классе невестой Игоря. Аню я помню, конечно, давно, потому что первая моя фотография, она у меня дома даже есть. Я был с травмой в Лужниках, когда у меня травма была, в седьмом году. Вот, и Сергей Павлович подвел Аню, дочку свою, вот, сфоткайся, она вот такая малявка еще была, да, сейчас она работает в клубе фотографом у нас, уже принцесса, скоро замуж будем подавать, как говорится. Он уже тогда меня назвал как-то вторым папой, и Аня сидела, она уже в классе пятом, шестом была, наверное, и говорит, Игорь, а вот ты папу назвал вторым папой? Он говорит, да. И так я тебе что, сестра? Он говорит, да, ты сестра. То, что касается слова семьи, про ЦСКА всегда так говорили, но, наверное, не всегда, как бы, оно относилось именно, там, к команде, да, вот, к каким-то таким вещам. Ты можешь в неполе дружить, не дружить, да, но тут ты будешь семьей на поле, да, и будешь убиваться друг за друга. Или наоборот, в случае, когда-то, вот, как мы с Сергеем Павловичем дружим, там, не только Сергей Павловичем, там, в клубе люди тоже по 20 лет работают, и я тоже считаю своими, там, даже не приятелями, а больше, чем приятели, там, тоже друзья. И, наверное, вот происходит такое слово семья. Матч в Сочи, который был первой весенней части, я его называю матч как матч, потому что ничего особого там не было. В принципе, по большому счету, игра была равная, там не было каких-то обилия супермоментов, еще чего-то. Ну, в втором тайме, еще Курбан Бикиевич был тогда главным тренером, сделал, как он любит, и как умеет, ключевую замену, и Джорджич забил нам два мяча. Да, поражение и по игре, и мы были, как говорится, готовы, и показали это на футбольном поле. Мы были первые ближе, как говорится, к успеху, чтобы открыть, я думаю, что мы бы довели тот матч до победы, потому что мы на протяжении всего поединка не позволяли сопернику что-то создавать у наших вороков, ну и вот, как говорится, единственная оплошность, и Джорджич реализовал этот первый момент, и мы, скажем, потерпели поражение. по поводу разговоров, по поводу смены тренера, это, наверное, больше всего пресса, интернет, вбросы какие-то. Вообще не было даже таких мыслей, разговоров, ну, потому что мы и так, надо признать, немножко шарахались из стороны в сторону, что нам не свойственно последние, там, два-три года в части, касающейся тренерского вопроса. Естественно, если ты даешь какую-то серию положительную или отрицательную, какая была там у нас, то разговоры такие возникают. Мы всегда знаем про три письма, которые нужно написать, любой тренер их, как говорится, пишет. В команде это не обсуждалось, и вообще не было, да, каких-то предпосылок для того, чтобы менять тренера. Тренер работал с командой всего лишь полгода, и смысл, наверное, через шесть месяцев, там, тире семь месяцев, плюс-то прошло предсезонку, да, с этим тренером, и менять его, да, поэтому это глупо, и такого не было. Опять же я говорю, что та работа, которую мы проделали на зимних сборах, она давала нам основания, и нам нужно было вот эту уверенность, как говорится, вытянуть из себя, вытянуть из себя, все это вспомнить. Да! Да! Все верно! Команда сразу не строится, на это нужно время, на слаживание, есть всегда перепады в форме, и так далее. Всегда нужно из ошибок, из каких-то проблем извлекать определенные выводы, ну, что и делается, но, еще раз повторюсь, нужно время для того, чтобы команда собралась, достигла и показала результат. С первого дня, да, Газаев нам начал рассказывать, что мы должны выиграть кубок УФА, мы все ходили друг на друга, смотрели, хихикали, думали, какой там кубок УФА, потому что Бенфику пройти один данный раунд. Арсен Венгер интересовался, и у меня лично спрашивал про Игоря Акинфеева и про Аршавина. Ну, естественно, я ему дал самые лучшие характеристики. Я, как мама, я не хотела, чтобы Игорь уезжал в Европу. Не хотела, чтобы он был здесь. Игорь сам выбрал себе преемника, именно он указал пальцем. Второй там уже пошла более такая борьба, оттягивание шорт. Очень классное дерби, мне понравилось. Десять из десяти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова